Землетрясение силой до 9 баллов возможно в Кыргызстане во второй половине года. Предупреждение об этом распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на исследования местных ученых. Регионы, где возможны подземные толчки, расположены в разных концах республики, но в этих зонах проживают люди, что делают прогнозы спасателей крайне неутешительными. О том, что текущий 2015 год будет сейсмически активным, ученые предупреждали еще несколько лет назад. Согласно анализу, тектонические процессы на территории Кыргызстана имеют фазы затухания и пики активности. Один из таких пиков приходится как раз на этот год. Последний раз природная стихия напомнила о себе в 2008 году, когда погибли 72 человека, а поселок Нура из 120 домов был полностью разрушен. Теперь подземные толчки ожидаются в других горных регионах. Это в первую очередь районы, расположенные на границе Тиньшаня и Памира. Это Алайские и Чоналайские районы. Здесь, по нашим прогнозам, сила землетрясения может достигать до 7, 8 и 9 баллов. Второе по значимости или второе по степени сейсмической опасности – это Иссык-Куль и Южная Фергана. Другая, не менее опасная стихия – водные стоки. В нынешнем году из-за аномальной жары ледники в горах Кыргызстана стали сильно таять. Уровень воды в горных реках значительно повысился и почти по всей стране стал представлять угрозу. Министерство по чрезвычайным ситуациям переведено в режим постоянной готовности. Опасными остаются реки Чуйской области, на территории Чуйской области, Сык-Куль, здесь некоторые реки. И на юге также некоторые районы, где близлежащие большим речным массивом – это Харан-Кюр, может быть, это Харад-Деряк, Угарт. Вот эти реки, они возможны повышение уровня воды. Областные, районные и сельские администрации уже предупреждены о возможных чрезвычайных ситуациях. Это касается и землетрясений, и возможных наводнений. По всей стране проводятся занятия по отработке защитных мер гражданской обороны, связанных со стихийными бедствиями.